Всем привет! Доброе утро! Мы дома! У нас, оказывается, так холодно было вчера. Мы включили обогреватель, она только сегодня нагрела. Ее включила обогреватель у нас вот в этой комнате и в туалете еще есть. Ее включила только в этой комнате и потом утром зашла в ванну и чуть не умерла там от холода. Там очень холодно было. А сейчас я буду складывать елочку из печенек. Смотрите, это мы привезли такую имбирную елочку. Сейчас я распакую ее и посмотрим, что там внутри и можно ли собрать вот эту красавицу у нас. Вот это вот все. Я снимала это видео, потому что я думала, что тут будет елочка. Но это нифига не елочка. Коль разочарование. Там просто печеньки. Зачем рисовать на упаковке такую красивую елочку, если там просто печеньки? Я думаю, у нас будет елочка. Чем ты занимаешься? Я на вахтеке крашу, наконец-то. А то я две недели ничего не делала. А они у меня уже такие были некрасивые. Я так придумала. Вообще, на самом деле, я не придумала. Ты просто взяла рандомно все цвета, когда я тебе паралю. Я стырила, вот, смотри. Видишь? Ну, только наоборот, это муку. А-а-а. Я взяла такие цвета. Ну да, ты же харфиками расстаешься. Да, да я не расстаюсь, потому что я заболела. Только поэтому не расстаюсь. Потому что вот были у меня уже претензии, потому что я шарфик. Я не снимаю, потому что я больная. Ну, что ему делать? Больной человек, ну что ему делать? Любит он шарфики. Телек. Хотя он на телек подсел, а никогда его не смотрела. Да, знаете, я у меня еще в последнее время прям включаю украинские каналы онлайн. Смотрю. Какие-то дебильные даже передачи смотрю. Ностальгия. Я шептала, все равно не так. Ностальгия. Мне уже нужно универ. Вчера до 4 утра мы с Катей лежали, смотрели телек. Мы смотрели Ливу Смеха. Так что да, мы подсели на украинское телевидение. Сегодня, наверное, будем смотреть. Будем смотреть сегодня, Катей? Я не против. Не против? Ну, конечно, нужно готовиться к учебе. Вообще настроения на это нет. Нам нужен волшебный пинок. Таблетка. Волшебная таблетка, да. Друзья вернулись с Украины. Они рассказывали, как там холодно. У меня прям от их рассказа самому холодно стало. Да, сколько там, минус 17? Минус 17 было, да. И метель. У них было минус 17, когда мы были в Марбе, у нас было тем временем плюс 18. То есть получается сколько? 35 градусов разница температуры между Марбеем и Киевом было. Сейчас там нам все сбрасывают фотки, видео, что там очень сильно замело. А у нас сегодня, как обычно, солнечно. Нет, чуть облачно. Облачно, но там дальше... Там немножечко не видно, но солнышко у нас есть. У нас тепленько. Нам, кстати, вчера написали из Рижского университета, где мы будем учиться в следующий семестр. Написала девочка, что она будет за нас нести ответственность, скажем так. То есть она нам будет помогать. Вплоть до того, что она нас встретит в аэропорту, поможет нам добраться, показать, где что. Так что нам уже в этом плане уже Рига нравится. Подход серьезный. У нас сегодня такой день. Мы просто целый день. Играем на приставке. Валяемся, кушаем, валяемся, играем на приставке. Делаем домашнюю. Нет, да, немножко мы делали домашнюю. Как оказалось, завтра у нас нет учебы. Завтра мы не идем на пары. Сегодня воскресенье. А воскресенье просто не существует как дня в Испании абсолютно. Никто не работает. Я думаю, сегодня просто 90% испанцев провели дома, так же, как и мы, никогда не делаем. Да, это правда. Потому что воскресенье. Здесь все закрыто. Катя настолько расстроилась тем, что нельзя было сложить елочку конфетками, что она уничтожила все эти конфетки и еще досталась другим конфеткам. Правда, Катя? Кто съела все конфеты? Она сегодня съела просто абсолютно все. Все конфеты, которые можно было только съесть. Ты правда так расстроилась, что нельзя служить елочку? И поэтому ты съела все-все конфеты в дом. Я втоптала сегодня все сладости, которые у нас были. Я съела шоколадку, трубочки, печеньки, еще шоколадные конфеты. Да, это все я съела. А еще нам сказали сегодня плохую новость. Нам на пару завтра нужно. Я думала, нам не надо, что мы будем заниматься своими делами. Но нет. А еще я долго-долго сидела и искала квартиры в Риге. Да, чтобы арендовать на 5 месяцев. Ну, очень сложно что-то найти. Я нашла 6 квартир очень классных. Всем написала. Ну, не знаю, я что-то сомневаюсь, что там будет положительный ответ. Но есть еще минус. Там в двух квартирах, получается, нет мебели в спальне. Это проблема. А в общем, в общем, квартиры в Латвии неплохие. И достаточно дешево. Не дешево, а по сравнению с Барселоной там дешевле. То есть вообще дорого. Мы за свою общагу платим почти по 300 евро с человека. Очень дорого. Так, Турон интересно запечатали. У нас только один остался живой. И мы его сейчас тоже уничтожим. Смотрите, в коробочке еще одна коробочка. Точнее, пленочка. А в этой пленочке фольга. А в фольге, я надеюсь, что там уже Турон. Да, под фольгой уже оказался Турон. Дать тебе Турон? Ушатка, Юшка. Смотрите, как она бежит в Турон. Доже. Фу, он жирный. Да, потому что его нужно, не знаю, в холодильнике принять или что. Не надо. Вкусный? Да? Слишком? Сильно жирный, Вина? Ага. Да, он такой жирный стоит, и руки жирные, и все жирные. Очень вкусный, но правда, очень жирный. Просто жирнющий. Он, блин, вкусный. Он мне, конечно, очень халву напоминает. Прям и по консистенции, и по форме, и даже и по вкусу. Халва. Если бы мне закрыли глаза и дали попробовать, я бы сказал, что это халва. Будем ложиться спать. Нам завтра рано вставать на университет. Нам сначала сказали, что не нужно университета, потом сказали, что нужно. В общем, у нас день разводов сегодня. У нас сегодня разводят всех, кому не лень. То с конфетами Катю развели, то с университетом развели. Не нужно, нужно. Поэтому мы будем с вами пришаться. Спасибо, что посмотрели на нас сегодня. Мы сегодня три недели, весь влог. Всем пока, всем до завтра. Пока.